Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает Неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. И я, его ведущий, Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберёте номер телефона 847-400-5200. Будем общаться, будем обмениваться мнениями. Вы нас можете, во-первых, услышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC и на нашем YouTube-канале Radio NVC. Зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку «Зарегистрироваться» или «Сабскрайб». И для нас, вы это уже знаете, нам это очень важно знать, что нас слушают, что с нами проводят вот эти вот очень важные минуты эфира. И поэтому, пожалуйста, нажмите кнопочку «Зарегистрироваться». Также вы можете нас слышать, вот для тех, которые водят машину, ну вот, либо таксисты, лимузины, трак-драйверы и так далее. Если вы заезжаете в район, где радиосигнал недоступен, вы нас можете слушать также, либо на ваших айфонах и айпадах, загрузив наше бесплатное приложение Radio NVC. Либо, если у вас платформа Android, то вы можете через ваш веб-браузер зайти на нашу веб-страничку RadioNVC.com и слушать нас таким образом. Этим вы сами себе облегчите вашу жизнь, потому что качество сигнала просто сумасшедшее и очень четко и хорошо все слышно. Так что сделайте себе одолжение. Если ваш радиосигнал недоступен, пожалуйста, пользуйтесь вашими электронными гаджетами. Ну что ж, итак, мы начинаем наш концерт. А концерт мы начнем, как я вам всем и обещал, так как я являюсь новостным наркоманом. Для меня новости – это просто, ну вот это мое действительно хобби, это мое… Мне это очень нравится. Я вчера совершил вот тот абсолютно сумасшедший поступок. Я прослушал все два часа дебатов, как говорится, нижней скобы кандидатов в демократы. Почему нижней скобы? Потому что сегодня будет так называемая верхняя скоба, ну или для тех, кто понимает лучше по-английски, bracket. То есть вот эта вот группа. Ну, что я вам могу сказать? Во-первых, было такое ощущение, опять же, как будто я находился где-то в сумасшедшем доме, и со мной работали психотерапевты, которые явно пытались меня не то что вылечить, а, по-моему, даже усугубить мой диагноз. То есть ту абсолютнейшую ерунду, которую несли вот эти вот так называемые кандидаты в президенты, я вам скажу честно, ну, во-первых, я бы, если бы у меня был к ним прямой доступ, я бы им сказал, ребят, вот именно поэтому вы кандидаты, а наш президент Трамп является президентом. И вам еще до него очень долго и нудно совершать вот это паломничество в его, так называемый, в его мир. Ну, я вам, чтобы не быть голословным, я вам обязательно буду не только комментировать высказывания, в смысле не только рассказывать о высказываниях этих кандидатов, я вам также буду приводить примеры того, как они это говорили и о чем вообще был разговор. Ну и вот давайте начнем сразу, начнем мы с так называемой Покахантас, это Элизабет Уоррен, сенатор Уоррен, я думаю, надеюсь, ненадолго, но тем не менее. Так вот, Элизабет Уоррен прямо с места в карьер бросилась защищать идею Medicare for All, где она сказала, что даже, она даже не хочет поддерживать иллюзию людей в том, что кроме Medicare for All, может быть, есть смысл еще оставить и частную страховку. Ну, допустим, как апция, да, вот кто-то хочет получать Medicare for All, а кто-то хочет купить все-таки частную страховку. Так вот, она сразу сказала, что я хочу дать понять своим избирателям о том, что даже разговора об такой апции быть не может. Почему? Потому что Medicare for All – это панацея от всех несчастий. Вплоть до того, что она заявила о том, что она очень долго изучала ситуацию и причины обнищания нашей страны, и пришла к такому выводу, что вся наша нищета связана именно с тем, что у нас вот такая система медицинского страхования. Ну, вот, где-то так примерно это была ее основная мысль. То есть, во-первых, я хотел бы вам объяснить протокол всех этих дебатов. Значит, протокол был такой. Объявляется тема, на эту тему задаются вопросы, и каждый человек имеет, там, по-моему, 60 секунд или полторы минуты на ответ на этот вопрос. И если человек не укладывается в эти 60, допустим, секунд, ему добавляется, вот, 60 секунд, и потом ему добавляется еще 30. То есть, в общей сумме 90 секунд каждый кандидат имеет на ответ на тот вопрос, который был поставлен. Ну, вот, первый вопрос. Это был, значит, страховка здравоохранения. Рассуждение Элизабет Уоррен я вам рассказал. Значит, на сцене стояло 10 человек, 10, как бы, кандидатов, включая и мэра Нью-Йорка Билл Деблазио, включая бывшего конгрессмена Делэнни, включая нынешнего конгрессмена Бейт О'Рорк, включая бывшего секретаря по жилищным вопросам и бывшим конгрессменом Хуан, Хуан, прошу прощения, Кестро, также был Кори Букер, также была Эйми Клобушард, Толси Габард, и я знаю, что я кого-то забыл обязательно, но неважно. Короче, вот эти все красавцы, которые присутствовали там на сцене, в принципе, чтобы вы понимали, они друг от друга отличались практически только тем, как они выглядели. Все остальное, это было все, как бы, ну вот, говорящие головы, то есть говорили одно и то же, просто разными выражениями на лице. Добрый день, вы в эфире. Толик Олег. Пожалуйста, дорогой, не забудь осветить тот вопрос, когда они все единогласно орали, что они хотят вступить назад с Иранием Билл, что Трамп нас довел почти до состояния войны с Ираном. Пожалуйста, прокомментируйте, это было очень интересно слушать. Обязательно, обязательно. Спасибо, Олешка. Давай, будь здоровенький. Вот. Короче говоря, значит, ну вот они высказались по этому вопросу, в принципе, все высказались абсолютно одинаково. разница была только в том, что есть такой вот бывший конгрессмен, по-моему, там, Делэйни, это был единственный человек, который как-то быстренько сообразил, что ему нужно четко отделиться от вот этой, от этого стада овец, и он принял позицию более такую центристскую, не такую левую, где он сказал, ну, слушайте, ребята, давайте, может, мы не будем бросаться в крайности, давайте мы сделаем и Medicare for all, и как option оставим все-таки возможность покупать частную страховку. Все. Вот в этом была вся разница между всеми вот этими красавцами. Ну, следующий вопрос, который поступил, касался экономики, на что Билл Деблазио, это мэр Нью-Йорка, которого ненавидят даже сами нью-йоркцы, он высказал такую фразу, что в нашей стране денег полно, просто это деньги не в тех руках. Ну, вот давайте быстренько разберем эту фразу, да, как говорится, по косточкам, значит, о чем говорит Билл Деблазио? Он говорит о том, что вот, допустим, ну, например, такой человек, как Майк Блумберг, да, ну, вот он заработал там свои миллиарды, или такой человек, Уоррен Баффет, или такой человек, как Билл Гейтс, или такой человек, как, ну, назовите любую большую компанию, вот, руководители компании, да, это ребята, которые мультимиллиардеры, так вот, оказывается, что денег-то у них полно, но они их не заслуживают. Вот тот факт, что они их заработали, он ничего не значит. Абсолютно ничего не значит. То есть, вот они, кто они такие, чтобы управлять такой огромной, огромным богатством, как денежные суммы в Америке. То есть, деньги не в тех руках. Что это значит? Это значит, конечно же, что задача демократов, помните, как когда-то в советской милиции говорили, ваша задача не складывать и умножать, а ваша задача отбирать и делить. Так вот, единственные два математических направления, которые знают демократы, это отбирать и делить. То есть, надо забрать все деньги у богатых и поделить их на всех вместе. Ну, те, которые выходцы из бывшего Советского Союза, я думаю, вы прекрасно понимаете, чем это попахивает и вообще вкус вот этого вот предложения. Ну, и тут же ему, конечно же, начали вторить все остальные, крича, например, такой, как Кори Букар, кричал, я живу в районе, где люди не могут заплатить за свое жилье, в смысле, за, не могут себе позволить снять нормальный апартин. А почему кто-то должен жить как миллиардер где-нибудь на парке Эвеню? Вопрос, ему никто, вы понимаете, опять же, вот в чем самая, наверное, паршивая ситуация всех вот этих дебатов, которые проводили, кстати, самая идиотская, самая левая, самая, ну, абсолютно психопатическая телестанция, телеканал MSNBC, самая паршивая ситуация в том, что даже наводящие вопросы абсолютно не имели никакой остроты в своем понятии. Ну, вот человек говорит такую ерунду, да, почему в моем нейборхуде, как говорится, люди не могут позволить себе купить там мешок картошки, а где-то на парке Эвеню люди жируют и не знают, что делать с деньгами. Ну, а работать люди, которые не могут позволить себе купить мешок картошки, они не пытались? Вопрос, вот я бы задал вопрос, почему они не могут свести концы с концами. Ведь сегодня, хотя Кори Букер четко намекал на чернокожее население этого района, вопрос стоит очень элементарно, но ты же тоже вроде бы как афроамериканец, но тем не менее, деньги-то у тебя есть, и папа твой был серьезным руководителем в компании IBM, и ты все-таки стал сенатором, значит, можно, когда захочешь, почему же эти люди не могли к этому прийти? Ну, на этот вопрос, то есть, такого вопроса, конечно же, не последовало. Ну, и следующий, опять же, значит, насчет экономики, вы сами прекрасно понимаете, о чем были лозунги, то есть, они говорили просто лозунгами, они даже не говорили, вот, они не разговаривали с публикой, они говорили лозунгами, опять же, что мне это напомнило, вот, чистый, ну, такой, коммуниатский митинг, вот, давайте, там, значит, вся власть народу, и так далее, так вот, конечно же, они все говорили о том, что никакой заслуги Трампа в экономике вообще нет, и даже при том, что экономика вроде бы как на подъеме, самая низкая безработица и так далее, все равно умники кричали, я знаю, я один знаю, как сделать так, чтобы создать там дополнительные рабочие места, Вася, тебе никто не сообщал так по секрету о том, что у нас сегодня свободных рабочих мест больше, чем народу, который ищет работу, никто тебе этого не сообщал, но, опять же, такой же вопрос никто не задаст, кто-то еще, я просто, там два человека, которых я не помню, их имена, я честно не помню, не особенно хотелось, ну, ладно, короче говоря, вот в таком ключе шли разговоры об экономике, о том, что деньги не в тех руках, руках, и мы можем создать еще новые места рабочие, и мы можем создать еще там какое-то богатство, мы можем поднять минимум вейдж, чтобы люди, ну, никто не спросил, правда, ребят, а деньги откуда будут идти на оплату вот этого минимум вейдж, и тот факт, что уже несколько серьезных бизнеса выступили и сказали, что нам придется увольнять народ только потому, что мы не можем позволить себе такой минимум вейдж. Недавно разговаривал с одним очень дорогим мне человеком, и вот что значит, когда разговор ведет вот толковый человек, который занимает очень серьезную позицию в одной очень серьезной компании. И мы пришли вот к такому выводу, что вообще вот этот минимум вейдж, это вообще разговор ни о чем, это чистый интайтлмент. Почему? Потому что по идее Америка, ну, те, которые у нас есть такие люди с высшим экономическим образованием, те, которые в Америке живут, понимают, что Америка это страна свободного рынка. И в любой свободной экономике все решает понятие рынка о спросе и предложениях. То есть, если мне нужен работник, и я хочу, например, платить 3 доллара в час. Вот сегодня я иду искать работника, я смотрю так, что за 3 доллара в час никто ко мне не идет, за 4 доллара в час никто ко мне не идет, не потому, что минимум вейдж, а потому, что сегодня замечательное состояние по безработице у нас практически легально, чтобы вы поняли, у нас нет безработицы. при проценте в 3,7 это считается легально полная занятость. Так? Почему? Потому что есть люди, которые не хотят работать, есть люди, которые не могут работать фуллтайм и так далее. То есть, 3,6 это считается полная занятость. Так вот, при состоянии в стране полной занятости, но никто не пойдет ко мне сегодня работать на 3 доллара в час, когда в любой более-менее нормальной организации люди получают по 10 долларов, по 12 долларов в час. И вот я ищу 3 нет, 4 нет, 5 нет, 6 нет, иду, 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 иду. И вот я подошел к человеку, который сказал, знаешь, что за 11 я буду у тебя работать. Вот. Значит, никого не интересует минимум вейдж, просто я понял, что я меньше, чем за 11 никого не найду, и мне придется взять этого человека на работу. Вот это называется свободный рынок, это называется спрос и предложение. Когда есть предложение, а на него маленький спрос, это одна цена, когда есть спрос, а мало предложений, совсем другая цена, то есть цена намного выше. Вот. Поэтому никто, я так понимаю, либо этим людям не объяснил о том, что минимум вейдж это абсолютная ерунда, глупость, и поэтому, и либо они, ну, они считают, что да, вот, рабство отменили, но тем не менее, надо как-то притянуть к себе вот этих рабов, которые будут на вас работать, смотреть на вас и вас благодарить, за те копейки, которые вы им платите. вот, вот в таком ключе шла первая часть вот этих вопросов и ответов, то есть, самые большие вопросы, это были здравоохранение и экономика. Дорогие друзья, давайте мы в этом месте прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом вернемся и продолжим. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете. Мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу», номер телефона в студии 847-400-5200. У нас уже есть звонки, давайте попробуем их принять. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Знаете, несколько дней назад, когда вы говорили, что будете смотреть, я вам как раз звонил и говорил, что не стоит это делать, не стоит тратить свое время. Ну и сейчас мне кажется, что не стоит тратить свое время на обсуждение этих деплатий всех. Так что, может быть, расскажете что-нибудь более интересное? Спасибо. Ну, да, спасибо вам большое. Итак, да, нет, я все-таки считаю, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Анатолий, вы знаете, я хотела по поводу этого минимума вылечить. Может, я что-то не очень сильно понимаю, но просто в моей жизни вот был такой пример, контракторная компания, это когда набирают людей по контракту, Да, они ведь не увеличивают зарплату людям, сокращают людей, понимаете, а вот этот весь офисный планктон, он остается по-прежнему, они все хотят кушать, и кушать, и они хотят вкусно, поэтому я так понимаю, что и вот этот именно минимум вэйч и нужен для таких ситуаций. Ну вот, Анечка, я вам спасибо большое, я вам скажу такую вещь, мое отношение еще раз к этому минимуму вэйдж, я вам просто еще раз, почему я против минимум вэйдж? Минум вэйдж это обязательство, которое накладывается, это не волонтерская программа, а это обязаловка, которая обязует, прошу прощения за эту автологию, хозяевов бизнеса, неважно с каким доходом этот бизнес, переживать определенную, определенные расходы, несоразмерные с доходами этого бизнеса. Теперь я вам предложу, то есть вы понимаете, что в контракторской фирме, может быть, я что-то не знаю, но все мои друзья, которые работают консультантами или контракторами на большие фирмы, ни один из них не работает на минимум вэйдж, и даже эти люди, которые работают не на контрактах, а на полной зарплате, тоже не зарабатывают там этому вэйдж. Поэтому вряд ли это коснется таких людей. Это больше подходит кому? Вот смотрите, есть человек, причем это абсолютно не зависит от цвета кожи. Я не хочу ни в коем случае, чтобы вы, кто-либо из вас подумал, что вот я предвзято отношусь к чернокожим или к мексиканцам или к кому угодно. Я уже один раз или не один раз говорил, я не расист, я просто ненавижу антисемитов. Все. Все остальные люди для меня абсолютно нормальные люди. Так вот, пример. В каком-то районе неблагополучном какой-то пацан пытается найти себе там какую-то подработку. Он в школе. Он школьник. Ему просто нужна подработка. Вот он приходит в любой бизнес в этом районе. Там бизнесы, поверьте мне, они не очень богатые, они не очень много зарабатывают. Это просто люди, которые как-то пытаются свести с конца с концами и немножко содержать свою семью. И вот приходит такой парень и говорит, я бы хотел устроиться на работу. Что ты умеешь делать? Я ничего не умею делать, но я могу допустим вытирать пыль с полок продуктовых, я могу полы помыть, я могу там может быть на велосипеде доставить какой-то бабушке пакет с продуктами. И вот я как хозяин допустим этого бизнеса, я сижу и думаю, господи, да я бы тебя с удовольствием взял на работу. У меня нет денег тебе платить 15 долларов минимум я просто не могу и я ему отказываю. И вот этот парень он пришел ко мне, он пришел еще кому-то в этом районе, он пришел еще кому-то в этом районе, ему отказали, потому что люди не могут платить такие деньги. А в таких бизнесах допустим как CVS или там Walgreens или как у вас там называется ShopRite ну сколько можно, сколько нужно таких людей на работу? Ну взяли там 5-6 человек, все, понимаете? Вот почему я против minimum wage. Я за то, чтобы вот этот пацан, ребенок, который хочет заработать себе на, не знаю на что, на мороженое, на пару туфель, пусть он лучше работает, я ему буду платить с удовольствием, пусть он мне поможет, я ему заплатил, вот сколько я могу платить, но я ему могу дать 7 долларов в час, например, вот я ему дам 7 долларов в час, я ему дам там 20 часов в неделю, вот он получит эти 140 долларов, вот пусть он лучше будет занят у меня, чем он пойдет к 1-2-3-му, его никто не возьмет на работу, либо это, либо бизнес, который зависит от работников, начинает их увольнять, почему? Потому что за 8 долларов в час, я могу себе позволить держать двоих работников, а за 15 долларов в час я могу позволить себе только одного работника, и вот вам 50% рабочей силы вдруг оказывается не удел, вот почему я против минимум вейдж, минимум вейдж должен устанавливать свободный рынок, опять же, supply and demand, спрос и предложить. Прошу прощения, перезвоните, пожалуйста, я видел, что вы звонили, просто хотел закончить свою мысль, поэтому, ну, я думаю, что я объяснил, почему я против минимум вейдж. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я к форуму Бесноватых. Дело в том, что психологически человек становится тем, кто он потом по жизни идет, в самом начале он получает определенные задатки, но эти задатки становятся гениальными только лишь тогда, когда он попадает в соответствующую обстановку. Моцарт, если бы он не имел рядом клавесина, его музыкальные способности, его гениальность бы ничего не дала. Гениальность Пушкина определяется только теми произведениями, которые он создал, и все, да, он гениален в этом направлении, но в школе он был двоечный, его IQ ниже чего угодно, и вот это вот определенно, почему я об этом говорю, а вот наши сегодняшние демократы, это вот то самое, понимаете, они попали в такую вот струю, в такое окружение, которое никак не могло даже самые лучшие их способности развить, но, к сожалению, их качество пробойное есть, и они пробиваются, они становятся членами правительства, с вот этими самыми низменными, самыми недоразвитыми качествами, и этого изменить и отменить никто не может, и бороться с этим может только социум, а какой социум, вы чувствуете по их поведению. Конечно, спасибо вам огромное, очень толковое, понятное, и четкое объяснение, и анализ, спасибо. Да, к сожалению, должен согласиться, потому что, действительно, так вот, то, о чем я пытаюсь, вот, кстати, человек, который, Юра, по-моему, Юрий позвонил, сказал, что зачем нужно эти неинтересные вещи рассказывать, я вам скажу, зачем. К сожалению, вернее, наверное, не к сожалению, а к счастью, нас слушают не только наши единомышленники, вы будете удивлены комментариями, которые мы получаем на YouTube от некоторых людей, которые нас слушают. Я не, никогда в своем, даже, страшном сне не пытаюсь никого ни в чем переубедить, я просто пытаюсь донести информацию, а уже потом, что с этой информацией делать, это уже решает каждый человек. Так вот, даже вот такая, и я понимаю, тех, которые мне неинтересно было смотреть вот эти дебаты. Я это понимаю, честно, но так как я все-таки заставил себя два часа смотреть, я думаю, что целесообразно рассказать хотя бы немножко о том, что там происходило, для того, чтобы вот тем людям, которые не совсем наши единомышленники, чтобы они поняли, почему мы так к этому относимся. добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Александр, я из Коннектику. Здравствуйте, Александр, добро пожаловать. Значит, я по поводу вот Кори Букера, Анатолий рассказывал озвучить о том, что он вот его нейборхуд там бедные, там не могут себе ничего позволить, да? Значит, ну, во-первых, сам Букер закончил, ел, у нас, да, 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 я знаю это все. А во-вторых, вот самое интересное, что он живет, значит, вот если вы посмотрите New York Housing Market, он живет ближе к Гудзону, и, значит, там в Маркет, ну, там дома начинают где-то за миллионы выше. Ну, конечно, если апартамент, обычный апартамент где-то в районе One Bedroom апартамент начинается тоже 500-600 тысяч долларов, если вы хотите его купить. Да-да. Вот, это его нейборхуд, где он живет. Я просто, я, наверное, недостаточно добавил туда сарказма, потому что я немножко, когда он это сказал, я сам себе подумал, какой же из тебя, прошу прощения, хреновый сенатор, если ты не можешь себе позволить жить в нормальном районе, как ты говоришь. такого типа. абсолютно. Причем он там живет еще, когда будучи мэром Нью-Йорка, когда он стал, и он переехал, и этот район там очень богатый. Причем, самое интересное, я когда-то жил в Ниджерси, и для нас самый старый, вот когда мне нужно было там по работе ехать в Нью-Йорк, для меня это, а еще хуже, Ирвингтон. Да, да, да. Когда мне нужно было попасть в этот район, для меня это был просто, наверное, самый черный день на этой неделе. Поэтому я прекрасно понимаю, во что он превратил город Нью-Йорк и всю эту ситуацию. Спасибо вам огромное. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Так, перезвоните, пожалуйста. Вот, значит, и так, ну вот, продолжая дальше, я не хочу, как говорится, избивать мертвую лошадь, продолжая дальше, дальше следующий вопрос был тот, который меня поразил до мозга костей своей наглостью, своей, ну, я даже не знаю, честно, ну, я не могу выражаться по радио, поэтому, скажем, наглостью. Значит, разговор зашел о оружии и о том, кто как к этому относится. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вашим Анатолий, скажите, пожалуйста, вот это действо увеличило, увеличило их рейтинг или по-прежнему на, так сказать, около нуля? Их рейтинг еще больше упал, если я не ошибаюсь, у них был, сейчас я вам скажу, кому они проиграли, я забыл программу по нормальному телевидению, в смысле, не кабельному, так вот, они даже, причем программа абсолютно, какой-то reality TV, они даже эту программу не смогли с ней сравняться. То есть, настолько был низкий рейтинг, плюс, а те, которые не знают, там произошел небольшой такой технический казус, где у них вдруг отказали микрофоны, и им пришлось, представляете себе, на секундочку, дебаты демократической партии отказывают микрофоны, им пришлось брать перерыв для того, чтобы опять наладить свою аппаратуру. Ну вот, в таком ключе это все происходило. Вот у меня теперь такой вопрос появился у меня, для чего Факс Ньюз понанимал всю эту левую мышуру, чтобы иметь возможность показывать эти диодские дебаты, если они снизили дебаты даже их конкурентов. Вот мне непонятно, для чего они, они что, хотят стать такими же, как вот эти вот? Вы знаете, Варваре, я думаю, такую вещь, я, то есть, иначе им бы не то, что не дали транслировать, они не для этого взяли мышуру, они хотели быть, как бы, хост, как-то сказать, хозяевами одних из дебатов. И им сказали, что никаких хозяевов дебатов мы вам не дадим. вести дебаты не будете. Да, и вот для того, чтобы получить все-таки хотя бы один, там будет что-то около, по-моему, 12 или 14 разных дебатов в разном ракурсе. Так вот, для того, чтобы получить хоть хотя бы один... Так для чего? Оно же не понижает рейтинг. Для чего это им нужно? Вот это там мне непонятно. Ну, я вам скажу, для чего, потому что показать несостоятельность это тоже своего рода антиреклама. Да, мы тоже приложили усилия для этого. Да, но вот меня поражает то, кого они взяли. Вот они взяли эту данную Бразилу. Я, конечно, я когда услышал, еще я ее не увидел, я услышал, что она будет одним из ведущих Факс Ньюз, я чуть со стула не упал, потому что я знаю. Ну, это хорошо. Если у нее будет низкий рейтинг, они ее быстренько отправят. Да, да, я думаю, что после вот закончатся дебаты они ее отправят. Это даже к гадалке не ходи, но сейчас они понабирали вот этих всех, особенно панели, если кто-то смотрит новости по воскресеньям, там просто есть программа, которая называется Democratic Panel, то есть демократическая панель. Там сидят четыре таких продемократа, одна из них Мэриэн, как-то ее зовут, Крафт, по-моему, то есть там ну просто такая белая, но такая демократка до мозга костей. Вот они это тоже делают, им нужно как-то получить вот эти дебаты. Ну, что делать? Так что, да, спасибо большое. Вот, итак, отношение к оружию. Вот, можете себе представить самый-самый-самый страшный вариант отношения к оружию, и это окажется детским лепетом по сравнению с тем, что происходило на этой сцене. То есть, во-первых, они все начали кричать об одном, что оружие нужно отбирать, конфисковывать, в лучшем случае, если не конфисковывать, насильным методом, то учредить такую программу, называется buyback, то есть, откупать оружие у людей. Причем, если кто-то когда-то голосовал за то, чтобы запретить вот эти так называемые assault rifles, то есть, ну вот, орудие как бы убийства, то сегодня они вообще любой полуавтоматит, полуавтомат они считают должен быть запрещен. Единственное, почему полуавтомат, потому что единственное, что они считают можно разрешить, это вот охотничьи ружья, которые там на два заряда максимум, но иногда на один заряд, и так далее, и которые нужно передергивать затвор для того, чтобы донести патрон в патронник. Вот. То есть, ну вот такого типа. И вот что меня, ну не то, что даже поразило, а взбесило до мозга костей, это то, что они приплели вот этих несчастных детей, которых расстреляли вот в двух школах. Одна из них Сэнди Хок, и вторая, это вот в Паркланд, забыл, как она называется, там такое длинное название, в Паркланд, Флорида, но вот это последнее, которое было там 17 детей, просто расстреляли. Так вот, они притянули вот эти ситуации, представляете, уже пользуются детьми для того, чтобы проталкивать свою адженду, причем самое интересное то, что, давайте я приму звонок, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу вашей последней реплики, об оружии, можно сказать одно, если бы у людей не было столько стволов на руках, легальных все, легальных не имею в виду, то давно бы все бы барониров сквотили. Конечно. Они этого и добиваются? Если это произойдет, то можно ставить крест на этой стране. Сто процентов. Сто процентов. И они этого добиваются, они прекрасно знают, что произошло в свое время в России, что произошло в Венесуэле, что они это все прекрасно понимают. Но, знаете, одно дело... Нужна власть, чтобы потом контролировать все, как это было у нас когда-то. Конечно. Конечно. Спасибо большое. Значит, я... Ну, у меня не остается так много времени. То есть, у нас еще будет целый час после рекламной паузы и я немножко расскажу историю под оплеку того, что они притянули вот этих детей из Парклинг Хайску, потому что почему меня это взбесило? Это, конечно, ну, это кощунство. Это... Ну, это кошмар и люди, которые могут абсолютно спокойно вот так это использовать, это уже люди, которые не имеют никакого права быть на службе у, как говорится, народа. Не имеют на это права. Но, тем не менее, это было сказано, хотя это очень коротко поэтому прошлись, потому что они поняли, что затронута была тема, которую затрагивать нельзя. И, ну, вот, нельзя, ее просто нельзя было затронуть. Поэтому об этом мы поговорим сразу после рекламной паузы. Пожалуйста, набирайте ваши номера телефонов после рекламной паузы 847-400-5200. У нас еще будет целый час. Мы сегодня общаемся с вами до трех часов, имеем такое удовольствие, поэтому готовьте вопросы, готовьте ваши комментарии, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну, а пока, дорогие мои, рекламная пауза. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, а самое главное за то, что активно участвуете у нас в переписке на нашем YouTube-канале. Во-первых, это очень приятно читать такие интересные комментарии, а во-вторых, это дает нам понять, что все-таки то, что мы делаем, наверное, нужно. Итак, перед тем, как я продолжу свою историю вот с этим Parkland High School во Флориде, один из наших очень уважаемых радио, наверное, не радиослушателей, а именно участников YouTube-канала, а именно человек из Израиля Питер Валевский, вот написал такую такое предложение, скажем. А демократы случайно не хотят предложить такого логичного с их точки зрения на оружие закона, чтобы всех пойманных с нелегальным оружием расстреливать, причем на месте. то есть я так понимаю без суда и следствия. Вы знаете, Питер, я вам скажу такую вещь. Я, вот если бы мне пришлось голосовать за такой закон, я бы был не то, что за, я бы всеми своими, как говорится, клетками тела проголосовал бы за такой закон. Хорошая идея, но, к сожалению, нас вряд ли в этом поддержит демократической или член демократической партии. Но, тем не менее, итак, дорогие друзья, значит, во-первых, номер телефона в студии 847-400-5200, канал YouTube RadioNVC, страничка Facebook RadioNVC, наша веб-страничка RadioNVC.com, ну, и, опять же, если вы, у вас какие-то проблемы с доставкой сигнала на ваши радиоприемники, пользуйтесь нашими бесплатными приложениями. Итак, давайте примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый. А как они поступят со всеми этими ребятами, которые находятся у нас, и так, по крайней мере, и на стол. Там убийство за убийством, просто больше, чем на Донецком фронте, ежедневно. Да. Может, может, они оттуда начнут вот это все разбираться. Это те, которые нелегальные оружия там продаются в любой из заправ. Вот как к этому относиться? Спасибо. Я вам скажу, как к этому относиться. По-нормальному, вот действительно, по-нормальному, как говорится, по-пацански. Значит, нужно вставить просто снайперов на каждой крыше, и как только начинаются какие-то разборки, просто их уничтожать. Но это же страна Америка, это страна законов, страна плюрализма, и поэтому, конечно же, это все остается только в наших так называемых мечтах. Но это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, моя теория не меняется. То есть, раз такому беспределу разрешают иметь место быть, значит, это кому-то нужно. Все. Причем, кому-то очень высокопоставленным людям, которые на этом зарабатывают сумасшедшие деньги, продавая оружие. Вы знаете, когда-то, по крайней мере, в Чикаго, очень давно это было, я не знаю, как это сегодня, поменялось или нет, но когда-то было такое, в Чикаго была такая, поверье было такое, что самые лучшие наркотики, самые чистые, самые такие качественные можно было купить только у полицейских. Это раз, это абсолютно честно, вот те, которые здесь давно живут, особенно приехали в моем возрасте, немножко старше, там где-то от 16 до 22 лет, мы это все помним, что самые качественные наркотики можно было купить именно у полицейских. и то же самое происходило с оружием. То есть, вот эти все, ну, я не скажу, что 100%, но очень много единиц оружия, которые попадают в руки через, ну, вот таких нечистых на руку полицейских. Поэтому, вы понимаете, если бы хотели с этим делом закончить, ну, не было бы здесь никаких проблем. Просто ввести комендантский час, и вот все те, которые находятся там на улице после какого-то времени, особенно если они с оружием, тут же арестовывать, тут же суд, не держать их там 15-20 дней, пока пройдет суд, разбирательства нет, поймали с оружием, будьте мне здоровы, в тюрьму, разобрались бы, но понятно, что это не всем, то есть, это, в принципе, кому-то не нужно. Хорошо, давайте тогда я вам расскажу небольшую историю про Паркленд Хайску, то есть, Хайску, которая находится в Паркленд. Если вы помните в тот злосчастный день, когда произошли убийства этих детей в этой Хайску, это было также завязано с тем, что сотрудник шерифа Бровард Каунти, его зовут Скотт Питерсон, был там на месте этого преступления и не счел нужным забежать в школу и как-то попытаться этого стрелка утихомирить. То есть, он просто прятался за колонной и не предпринял никаких действий. Мало этого, уже потом, когда подоспели там наряды полиции, эти first responders, как называют, так называемых, ну, даже тогда заняло время для того, чтобы кто-то забежал в эту школу. И после вот этих расстрелов начали поступать интересная информация и по вот этому помощнику шерифа Скотту Питерсону и по самому шерифу его фамилия, если я неправильно помню Айзек что-то, не помню сейчас его фамилию, короче говоря, их обвинили, люди их обвиняли, родители их обвиняли в том, что они не защитили этих несчастных детей. И на тот момент демократы за уши притянули так называемый марш в Вашингтоне, куда привезли этих несчастных ошарашенных еще под впечатлением детей, которые остались живы в этой школе. И из этих детей устроили целый марш. И если вы помните, там был такой Дэвид Хаг, это пацан 17-летний, которому явно что-то пообещали, явно что-то заплатили. Короче, он оказался таким крутым активистом, поливал грязью республиканцев, поливал грязью НРА, поливал грязью всех тех, которые владеют оружием, обвинял всех во всех тяжких грехах. И демократы говорили, вот видите, дети даже против того, чтобы люди имели оружие. Вот они таким макаром использовали этих детей. Потом, когда закончился марш, когда уже их, прошу прощения, очень жалко этих детей, ну действительно дети, ну что им там по 16, по 15, по 17 лет, самые настоящие дети. Потом их, конечно же, вернули в эту школу, ничего, палец о палец не ударили демократы для того, чтобы как-то обезопасить их жизни, хотя бы для того, ну хотя бы либо поставить вот эти рамки в школах, либо, то есть, что-то сделать. Никто не предпринял ни одного шага. Мало этого, вот этот негодяй шериф, которого, которому говорили, как же вы могли, как вы могли не помочь этим несчастным детям, не постараться как-то этого стрелка обезопасить, обезвредить, на что Айзек говорил, а я был абсолютно в своих правах, я был в своих полномочиях, я сделал все правильно, это абсолютно не моя вина, он вините тех республиканцев, которые против разоружения народа. и точно так же вот этот Скотт Питерсон, его тоже там пытались обвинить, пытались как-то добиться того, чтобы он ушел в отставку, вместе с этим шерифом, и их тогда демократы очень сильно защищали, кричали, что вы обвиняете не тех людей, обвинять нужно НРА, обвинять нужно тех, которые за продажу оружия и так далее. Это все было тогда, теперь там застрелили в это время, когда стреляли в детей, там застрелили одну девочку, по-моему, ее зовут Толиаменда Поллак, фамилия Поллак, и ее папа оказался вместе со своим сыном, а сын был старше этой девочки, то есть старше своей сестры, так вот папа вместе с старшим сыном начали заниматься расследованием всего того, что происходило, начали писать на Факс Ньюз, начали писать своим сенатором, своим, если вы помните, тогда сенатором штата, если не сенатором, прошу прощения, губернатором штата был Рекс Кат, и вот начали писать губернатору, начали писать, сенатором, начали писать своим представителям, начали вести расследование, папа поклялся, что он добьется все-таки правосудия для своей дочери покойной, и вот прошло вот это все время, сколько там, пару лет прошло, два или три года, и буквально недавно, несколько месяцев тому назад, причем об этом объявил только Факс Ньюз. Ни одна программа, ни ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNN, никто об этом не объявлял, кроме Факс Ньюз. Оказывается, что когда Рекс Кат стал уже сенатором от штата Флорида, и когда на его место пришел бывший сенатор Нунес, нет, не Нунес, прошу прощения, Десантас, вот тогда они начали расследование вот этого, всей этой стрельбы, поведения шерифа, поведения полицейского, и оказывается, что полицейского арестовали, ему было выдано обвинение в неисполнении служебных обязанностей, во-вторых, в оставлении в опасности детей несовершеннолетнего возраста, и там еще один, короче, против него было три обвинения, и они добились отставки самого шерифа, который тогда пытался всех объявить, всем рассказать, что он ни в чем не виноват, так вот, именно благодаря папе этой девочки покойной, все-таки правосудие произошло, восторжествовало, и обвинили полицейского, и в отставку убрали, вернее, он уволил, он ему даже не дал уйти в отставку, он его уволил с поста шерифа, ну, вот, значит, вот такая была подоплека, и вот теперь, когда вот эти негодяи вчера начали рассказывать о том, что даже дети во Флориде в свое время, после стрельбы, что они стали активистами против оружия, что они стали активистами против, там, ношения оружия, против владения оружия, то есть, запрет определенного вида оружия, понимаете, вот вам, пожалуйста, вот как используют детей, несчастных детей, которые через такую прошли мясорубку, видя, как их одноклассники, соученики, которых расстреливают, у них же на глазах, и вот взять, и это притащить в политику, в дебаты людей, которые недостойны просто подошвы вот этих детей, которые, во-первых, погибли, во-вторых, даже тех, которые остались живы, и сколько этому несчастному папе пришлось пережить, сколько ему пришлось пройти для того, чтобы добиться правосудия для своей дочки, демократы палец о палец не ударили, для того, чтобы это произошло, до тех пор, пока к власти не пришли республиканцы, и которые навели там порядок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, вот по поводу лайфмена на ношение оружия, я все откладываю, откладываю, и вот боюсь, что у нас веленоги скоро запретят вот это все. Как вы считаете? Я не думаю, что они запретят, они будут поднимать, спасибо большое за ваш звонок, они уже говорят о том, что в принципе они запрещать это не будут, но они будут менять условия, во-первых, сдачи на лайсенс, я вам дам такую небольшую пробежечку, сейчас ответим на вопрос, добрый день, вы в эфире. Алло? Да. Я могу говорить, добрый день, тоже. Добрый. меня очень волнует, интересует. Вчера я в демократы выступали, я как Алексей смотрел футбол, я сказал, что буду смотреть. Кстати, как закончилась игра? По этому поводу, ведь это же предел, предел идиотизма, я Бельков прослушал климат, климат, опять климат, но можете комментировать, хоть немножечко, если вы слушали. Конечно, я все два часа, спасибо огромное. Сейчас мы, я сейчас секундочку отвечу на вопрос предыдущего звонящего. Значит, пока что разговоры идут в таком ракурсе. Во-первых, ну, сегодня получить фойт-карт, это стоит 11 долларов. Фойт, это Fire Firearm Owners ID Card. Это карточка для того, чтобы можно было купить оружие и для того, чтобы его можно было держать, но не носить. Так вот, сегодня эта карточка стоит 11 долларов. Теперь, если вы хотите приобрести лайсенс на ношение оружия, Conceal Carry, тогда вам нужно, во-первых, пройти курсы, во-вторых, заплатить еще 150 долларов. Да, и эта карточка, прошу прощения, она за 11 долларов годна на 10 лет. Так? Теперь, закончив дело с Фойт, что предлагают сейчас в нашем штате, это, чтобы Фойт карточка уже стоила не 11 долларов, а чтобы она стоила 50 долларов, и чтобы она была не на 10 лет, а на 5 лет. Мало этого, они теперь говорят о том, что для того, чтобы получить карточку Фойт, вы должны будете сдать эти отпечатки пальцев, что вам будет опять же стоить определенную сумму, если я не ошибаюсь, это еще 35 долларов. То есть, получается так, 50 долларов карточка, 35 долларов пальчики, это 85 долларов на 5 лет вместо 11 долларов на 10. Это то, что касается Фойт карт. Теперь, то, что касается Conceal Carry. Если сегодня этот лайсенс, по-моему, стоит сам по себе лайсенс, курсы это уже такое дело, это в разных местах по-разному, но лайсенс стоит 150 долларов. Так вот, опять же, они хотят ограничить срок годности этого лайсенса Conceal Carry. То есть, вот это, они уже об этом говорят, и раз такие разговоры идут, я думаю, что в скором будущем это произойдет. Поэтому, те, которые все-таки хотят получить такой лайсенс, даже если это на всякий случай, даже если вы не собираетесь пока носить оружие, но, как говорится, маслом кашу не испортишь, как говорят украинцы, мне очень нравится это выражение, мои друзья, ребята, они говорят, нахай буду, вот пусть будет. Так вот, те, которые именно так к этому относятся, я бы вам очень настоятельно порекомендовал все-таки связаться с людьми, которые проводят эти классы, и все-таки начать процедуру получения этого Conceal Carry. Так что, это то, что касается вот этого лайсенса. Теперь, в отношении, сейчас, секундочку, перезвоните, пожалуйста. Теперь, то, что касается climate change, ну, я вам скажу такую вещь, вы знаете, наверное, самый идиотский, вот честно, из всего того, что там вчера происходило, разговор о climate change, это был самый-самый идиотский вообще, как говорится, тапик или тема, которую вчера обсуждали. Добрый день, вы в эфире. Да. Пожалуйста, если вы звоните, оставайтесь на линии, прошу вас. Вот опять звоним. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. У информации на собственную скуру прогону. Дело в том, что входит к аппетитам задерживай. То есть, если вы ее, у меня, допустим, экспрессинге в июне, я продлил карточку, которая у меня была 10 лет в апреле, и никто ничего на сайте вот этого фоид-карт написано, дело рассматривает. То есть, они специально задерживают эти карточки, поэтому, кто хочет оформить, надо оформлять гораздо заранее. Может, они действительно ждут изменения цены? Я думаю, что они ждут не изменения цены, они ждут изменения правил. Может быть, изменения правил. По крайней мере, люди, которые обладают уже оружием, у которых экспрессинг закончился, как возникает юридически вот это вот положение? То есть, у тебя что-то есть, на карточке экспрессинг закончился. Как быть? Спасибо. Ну, да, это хороший вопрос. Кстати, знаете, я обязательно попробую поговорить с человеком. Это, во-первых, мой товарищ, во-вторых, это человек, который уже здесь выступал несколько раз на радио. Он специалист в этом деле, он инструктор классов по Conceal Carry. Он также был, у него есть FFL license, то есть, он занимался продажей и регистрацией оружия. Это парень, который знает абсолютно все, что связано именно с оружием, с Conceal Carry и так далее. Я постараюсь с ним переговорить и, может быть, как-нибудь мы его вытащим сюда и попробуем об этом поговорить. Потому что я слышал уже о том, что начинает задерживать выдачу license, но до тех пор, пока вы, раз вы уже подали, даже при том, что вам еще эту карточку не выдали, до тех пор, пока дело в рассмотрении, вы имеете право обладать оружием, то есть, без проблем. Но, в принципе, да, это то, что они сейчас делают, они задерживают выдачу этих карточек в надежде на то, что пройдут все-таки изменения в правилах. Вот, теперь, давайте мы сделаем так, сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, потом обязательно вернемся и я обязательно отвечу на вопрос по climate change, а также на вопрос по поводу Ирана и так далее, то есть, то, что вчера обсуждалось на этих дебатах. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Я, ведущий этого, этой программы Анатолий Червец. Участники все вы 847-400-5200. Итак, я хотел бы ответить на вопрос нашего радиослушателя по поводу того, что там разговорилось на тему climate change. скажу вам такую вещь. Ни о чем толком не говорили по одной простой причине, потому что, конечно же, ни один из них в это не верит. Я имею в виду так, чтобы серьезно в это верить. Для них это чисто такой токен-поинт, но тем не менее ни один человек даже не заикнулся по поводу так называемого нового зеленого дил, как это сказать, нового зеленого бизнеса. То, что предложила концомолка Александра Кортикова или Касио Кортес, никто не заикнулся, потому что они прекрасно понимают, что это абсолютная туфта, но нужно сохранять хорошую мину при плохой игре, поэтому они так вскользь прошлись, потому что да, вот у нас штат Флорида уходит под воду, и у нас Калифорния уходит под воду, в общем, все уходит под воду. Ну, вот в принципе вот в этом ракурсе все и было сказано. Очень короткая такая тема. Быстренько переключились на отношения с Ираном. Конечно же, тут же все, вот тут, Олежка, спасибо тебе огромное за то, что ты мне напомнил. Это действительно очень важная тема. Значит, поголовно все 10 человек подняли руки и, как говорится, высказались за то, что мы должны вернуться в договор с Ираном, что мы им должны предложить, мы им должны ослабить, мы им должны подсластить, мы что мы им должны, кто им это должен, зачем им это должен, никто толком не знает. Главное, что мы должны с Ираном подружиться. Понимаете, это страна, которая кричит на всех углах смерть американцам, смерть Америки, вот мы должны с ними подружиться. Ну и вот есть там такая Толзи Габард или Габард, не знаю, как она правильно произносится, это женщина, которая в свое время воевала в Ираке, она попала в армию после 9-11, она пошла добровольцем, конечно же, вот, ну отслужила там какое-то время, вернулась, попала в политику и теперь она значит считает, что она уже готова стать президентом, потому что только она из всех тех, которые сегодня избираются, только она одна знает цену человеческой жизни и цену военным действиям. Ну выглядело это смешно, выглядело это по крайней мере странно, особенно странно в тем, что она до сих пор является резервистом, то есть она до сих пор является частью резерва армии, американской армии, так вот, являясь до сих пор активным резервистом, обсуждать действия своего главнокомандующего, по крайней мере, наверное, кто-нибудь должен был бы объяснить, что обсуждать действия своего командующего просто вам не по рангу, но я так понимаю, что никто ей это не объяснил, амбиции у нее бьют фонтаном через край, ну вот поэтому она так, особенно не стесняясь, выдала себя за единственного знающего, что происходит в этом мире человеке, вот, значит, ну а в остальном никто, конечно же, словом не обмолвился о том, что Барак Обама был тем человеком, который, в принципе, открыл эту Пандорову шкатулку, который выпустил всех змей из нее, и теперь, конечно же, загнать их обратно в эту шкатулку очень-очень сложно, я не говорю, что это невозможно, но очень сложно, особенно в сегодняшней ситуации, когда наступил период выборов, конечно же, все очень аккуратно к этому относятся, в том числе и Трамп, но, по крайней мере, Трамп, я с ним полностью, вот честно, я с ним полностью согласен в том, что он сделал и продолжает делать. Добрый день, вы в эфире. Я хотел сказать по поводу вы уже переключились на Роботюмова, для тех, кто живет в Чикаго, ношение оружия, это весьма проблематично, ведь никуда не зайдешь, ведь это запрет, вообще, даже в уборную затене нельзя. Да, причем самое интересное, это то, что... Поэтому это весьма проблематично, это мы тоже... Да, вы абсолютно правы, поэтому мы вот с этим парнем, с Элекс Коган, который специалист по оружию, мы с ним всегда обсуждаем тему, я говорю, слушай, я не понимаю, зачем мне нужен консилл Керри, если я с ним никуда не могу зайти. Вот об этом-то и речь. Ну да. Только ходи по своей комнате, по периметру, вот и все. Да, 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 плюс, это действительно, это проблематично, особенно в штате Ильиной, потому что полиция тоже очень относится скептически ко всем этим делам. Вот, но тем, да. А второе по другой теме, по поводу, между прочим, вот я хочу сказать, что вот сколько я здесь живу, может быть, не так уж тем, как вы, но меньше, конечно. Но я вот первый год уровень нашего озера повысился весьма. Да. В этом году. Да. Сейчас опять будут орать о глобальном потеплении. Конечно, будут. Причем, знаете, это, я клянусь, это вот как в том анекдоте, честно, когда, я, по-моему, уже рассказывал, ну, на всякий случай, просто в тему, когда стоит часовой на посту, в это время он слышит, где-то там в кустах что-то шевелится. Он говорит, стой, пароль. Ему говорят, да иди ты. Он говорит, смотри, странно. Два года стою, пароль не меняется. Вот. Это вот по нашему типу. То есть. Нет, просто это все в мозгах же. Ну, конечно. И будут говорить, и будут говорить, то есть, если оно понизится. Даже если будет холод невероятной зимой, скажут, это глобальный потеплений. Абсолютно. А то, что у нас тут было холода аж до вот буквально до пару дней тому назад. Да, да. Это все, это тоже глобальное потепление. Не изменение потоков. Ну, да. Не важно. Да, да. Но, между прочим, вообще-то на самом деле это и в научном мире тоже есть. Определенная теория, которая под это, под теорию подкладывают какие-то свои выгодки, получают звание и так далее, и так далее. Естественно. Это все из одной и той же письма вообще. По понятию Элла Гора мы вообще уже должны были перестать существовать. Мы уже должны были захлебнуться просто. Ну, да. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Вот. Поэтому, да, по поводу climate control, это, конечно, climate change, это, конечно, тема просто, это как золотой теленок. Или, как говорят, золотой гусь, который несет золотые яйца. Потому что такое количество денег, которое зарабатывают на теме глобального потепления, но я не знаю, по какой еще теме можно заработать такие дивиденды. Вот. Но, тем не менее, насчет Ирана. Конечно же, ни один из них не сказал о том, что с Ираном нужно бороться. Никто с ним, никто не говорил, никто не верит в то, что Иран будет создавать ядерное оружие. Ну, в общем, короче, какие-то абсолютно непонятные дела. Но, тем не менее, последним вопросом вот этих дебатов был вопрос такого типа. Что вы считаете самой большой опасностью для нашей страны? И вот тут, как говорится, понеслась, в общем, это дело по полю. То есть, кто кричит, это глобальное потепление? Кто кричит, это наша экономика? Кто кричит, это вот все эти нелегалы, которых республиканцы там убивают, притесняют и так далее. Но один из них просто сверхгений, сказал, самая большая угроза для нашей страны, это Дональд Трамп. И вот тут просто взорвался зал этими бурными аплодисментами, все начали обниматься, целоваться, ну и так далее. Вот. То есть, понимаете, вот самая большая угроза для Америки это Дональд Трамп. Вот это, вот в этом заключается вся идеология демократов и на этом, в принципе, можно было бы поставить точку, но, сейчас давайте примем звонок, добрый день, не получилось. То есть, тут вроде бы можно было бы поставить точку, но самое интересное то, что это был всего один лишь выпад против Трампа. И уже когда закончились дебаты, в обсуждении этих дебатов компания вернее, не компания, а телеканал NBC, который проводил эти дебаты, сделал такое небольшое, как бы, вброс, заявление, которое якобы прошло незаметно, но тем не менее хорошо все поняли. Вопрос стоял в том, что, ребята, это был, вернее, совет тем, которые сегодня вечером будут выступать. Ребята, очень мало было комментариев по поводу Трампа. И если вы не увеличите градус обсуждений персонажа Дональда Трампа, мы потеряем наши выборы. Поэтому мы считаем, что должно быть, то есть градус должен быть повышен, обсуждения должны быть более углубленными. Короче говоря, это как бы был дан сигнал тем, которые сегодня будут выступать в дебатах. Кстати, сегодня, вот сегодня вечером должны быть интересные дебаты. Почему? Сегодня будет выступать, как говорится, основной состав. Вчера это был так, дубль, а вот сегодня будет выступать основной состав, в которой будут входить и Сэндерс, и Байден, и Камала Хэррес, и в общем все-все-все самые такие крутые перцы, которые ну вот будут поливать Трампа с ног до головы, которые опять же, мне просто интересно, как сегодня отнесутся к Байдену. Будут ли его топить сапогами под воду, или же ему дадут так красиво, культурно самоустраниться? Потому что, ну, понятно коню, что демократы не считают Байдена вот этой фигурой победы, и я думаю, что ему будет немножко тяжелее, особенно с его возрастом, с его прошлым и так далее. Это будет не очень красиво. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Анатолий, они ведь правы, только это самая большая опасность не для страны, а для них. Для демократов, абсолютно. Они всегда олицетворяются страной, они же страна, они кто-то другой. Вы помните эту пословицу, да? Мы говорим партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Правильно. Они считают, что коммунистическая партия Америки это страна. Да, да, это все. Вот поэтому не сказали, что Трамп самая большая опасность. Ну да, но вот мне кажется, что будут они громко кричать про Трампа или они будут о нем молчать, это им все равно не поможет. Нет, но не другое. Я буду надеяться на это, но нет, я вам скажу честно, у меня больше такое чувство, что конечно же у нас все будет в порядке в отношении Трампа, но тем не менее, вы знаете, вот клянусь, я вчера, когда слушал эти дебаты, я поймал себя на одной интересной мысли. Ведь вот эти люди, от них можно ожидать всего. Это не, вы понимаете, им сегодня или им проиграть эти выборы, это отбросить их идеологию еще лет на 15-20. Почему? Потому что я больше чем уверен, что Рут Гинсбург не выдержит еще одной каденции Трампа. Ее из последних сил качают адреналином для того, чтобы она только дышала, ну хотя бы дышала, да, хотя бы. Я уже не говорю продвигалась. Она еще одной каденции Трампа не выдержит. Если добавится еще кто-нибудь из консерв... Причем, знаете, интересно, не консерваторы, а люди, которые просто порядочные, честные, вот типа Клэренс Тамос, типа Горсич, типа Кевенов, появится еще один так, чтобы нейтрализовать Робертса, то... Вы знаете, Робертс, по-моему, он, ну как вам сказать, они что-то нашли на него, они чем-то его шантажируют. Нет, так это известно, что они на него нашли. Они на него нашли то, что в свое время он усыновил ребенка не... ну не по правилам. Давайте говорить так. И что? Из-за этого он не имеет права быть верхом на суде? Нет, нет, нет. И вот они его этим постоянно... Вот он же из-за этого проголосовал за Обама Кера. Да, придумал этот выверт. Вот, понимаете? Поэтому вот это то, что они на него имеют. но я вам скажу честно, я не думаю, что он такой... Подай в отставку, что ты издеваешься над собой страной. не, 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 этого никогда не будет. Он слишком, слишком важен для демократов, чтобы они его отпустили. А что, они его убьют, если он подаст в отставку? Ну, я не думаю, я не знаю, убьют. Или они ему платят дополнительно, чтобы он не подал. Я думаю, что да. Почему? Потому что, вы поймите, если сегодня еще и этот подаст в отставку, значит, это еще два голоса. Это он и Гинсбург. Представляете? Да. Поэтому не, не дадут ему уйти в отставку, но, по крайней мере, вот, демократы это все прекрасно понимают. И я боюсь, что мы еще не, то есть, вот эти Кевино Херрингс, вот эти все, это вот, мы ничего еще не видели, по сравнению с тем, что будет происходить с этими выборами. Потому что, вы же понимаете, не просто так дают эти драйверс лайсенсы, не просто так вот это сейчас все происходит. Это надо контролировать, а как контролировать в этой Калифорнии, тогда вообще, а Чикаго? Ну, вот, вот об этом я и говорю. То есть, в принципе, это демократические лохово, а тут ничего не изменится, что бы они ни делали, все равно будет демократ. Да. Вернее, что бы мы ни делали. Да. А вот в таких вот штатах, которые, вот что, в Висконсине, был Скотт Вокер, а что сейчас стало, а что там будет? Да. Вот это вопрос. Абсолютно. Браво, спасибо, у меня есть еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Я хотел сказать по поводу будущего немножко. Пожалуйста. Я надеюсь, что Трамп, так сказать, переизберется, я надеюсь. Да. Но проблема другая, посмотреть. Дело в том, что республиканская партия, она, так сказать, уже совсем не то, что было. Надо же взращивать новое поколение. А кто там может быть? Там сейчас нет никого. Там, к сожалению, да-да, я вас слушаю. Там, к сожалению, во-первых, никого нет, во-вторых, вот об этом-то и речь. Ну, поэтому нужно, вы понимаете, только одному Трампу переизбраться, это мало. Мы должны получить палату. Я вперед смотрю, а кто следующий? Кому можно, так сказать, смену надо расти? Ну, я вам скажу, кто следующий. Нет, в этом отношении я немножко с вами не согласен, потому что у нас есть Джим Джордан, у нас есть Девин Нунес, у нас есть Ряд Клэв, как я зву, как вы заполону, с кадром. Я говорю о том, что в республиканской партии их единицы, остальное это аморфная масса, которая туда бегает, в эту сторону, в эту сторону. В этом, я думаю, вы говорите, кто будет, кто может быть следующим президентом после Трампа. Потому что, опять же, вы понимаете, что нам, кроме того, что Трамп переизберется, нам еще нужно, как минимум, выиграть палату и удержать Сенат. Тогда еще может быть что-то куда-то. Ну, я надеюсь, что если эта психопатская троица в палате представителей будет, то это как раз хорошая прививка. Да, да, да. Я думаю, что они... Пусть они продолжают. Мое мнение, и у них продолжают еще год. Ну, у них в 20-м году перевыбор. Ну, да. Так что, будет интересно посмотреть, кто из них останется. В этом обезьяне. Да. Спасибо большое. Ну, что ж, дорогие друзья, давайте мы тогда подведем небольшой итог, так как у нас остается буквально минутка. Ну, вот есть еще один звонок. Пожалуйста, очень быстренько. Вы меня простите, у вас радио отехивает. Давайте так, я сейчас уже буду подводить итог нашей сегодняшней встречи, а итог таков. спасибо вам всем огромное за то, что были со мной целых два часа. Как одну минуту. Для меня это время пролетело просто незаметно. Всем огромное спасибо. Надеюсь, с вами услышатся завтра в народной трибуне в 12 часов. Так что, давайте, готовьтесь, будем общаться. Ну, а пока, всем вам огромное еще раз спасибо. Будьте здоровы, и услышимся позже.